В Кызыле завершился международный фестиваль горлового пения. Его своеобразие в том, что исполнитель извлекает сразу две ноты одновременно, образуя двухголосное соло. Это древнее вокальное искусство, которым традиционно владеют некоторые народы саяно-алтайского региона, тувинцы, алтайцы, монголы, а также башкиры, живущие в европейской части России. Но первый фестиваль-конкурс показал, что горловое пение имеет поклонников по всему миру. Репортаж Дмитрия Иванова. Петь с помощью горла маленького чаяна научил преподаватель музыки в родном селе. Теперь шестилетний ребенок готовится к первому выступлению на большой сцене. В международном фестивале горлового пения в Кызыле участвует больше 200 исполнителей. От дошкольников до тех, кому под 80. Певцы из Хакасии, Горного Алтая, Якутии, представители Японии, Франции, Испании, Китая. У хозяев конкурса тувинцев горловое пение, как говорится, в крови. Их далекие предки в свое время подражали голосам животных и птиц. Вот, например, хрип медведя. Один из самых уважаемых тувинских горловиков Игорь Кешкендей в конкурсном жюри. По его мнению, лучший голос фестиваля должен быть не только сильным, но и красивым, и мелодичным. Уникальность хаомея, именно так в туве называют горловое пение, в том, что исполнитель извлекает две, иногда даже три ноты одновременно. Такую вокальную технику на фестивале в Кызыле попытались объединить с другими музыкальными жанрами. Хаомей в современной музыке – это своего рода эксперимент. Такой номинации на конкурсах, фестивалях здесь еще не было. Но музыканты, которые сейчас выступают на сцене, доказывают, что горловое пение – это отнюдь не консервативный вид искусства, а может быть рядом и с поп-музыкой, и с рок-музыкой, и с симфонической музыкой, и с русскими народными инструментами. Исполнитель из Финляндии совмещает гортанное пение с электронной музыкой, гитаристы из Турции с хард-роком, квартет из Америки с блюзом. Я стал заслуженным артистом ТУВ в 2008 году. То есть, ну, история достаточно интересная, длинная. Соотечественник американцев Шон Квирк так увлекся изучением горлового пения, что даже переехал жить в ТУ и выучил местный язык. Теперь собирается поступать в Академию Хаамея, которую планируют открыть в Кызыле. Тувинцы добиваются признания горлового пения и на международном уровне. Мы в 2008 году дошли до Франции, до штаба авторитетной международной организации ЮНЕСКО, и показали то, что мы умеем. Очень бы хотелось, чтобы весь мир, все человечество знало, что в России здесь у нас есть вот такое вот уникальное пение, которое называется «Хуэмей». Обладателем гран-при после долгого обсуждения жюри признала тувинца Айхана Аржака. Но у других мастеров Хаамея еще будет возможность побороться за главный приз. Фестиваль объявлен традиционным, и следующий раз пройдет в 2017 году. Дмитрий Иванов, Сергей Бабичев, Александр Ганов, Республика Тыва.